Александр Николаевич, поделитесь, пожалуйста, с вами первыми впечатлениями о матче, а потом будут вопросы. Я думаю, это интересная игра на очень высоких скоростях. Если начало матча мы проспались в первые 10-15 минут, то дальше мы были в игре, создавали очень хорошие моменты, играли на встречных курсах и изначально решили играть в открытый футбол с факелом. Я думаю, что мы смотрелись очень хорошо и то, что мы забили с помощью Ликаши, это где-то нам что-то повезло, но это заслуга того же Саламатова, который пробил очень здорово и очень удачного, что мы знаем. Но по моментам, если взять на скидку, я думаю, что мы все-таки превзошли в факел, мне так кажется, хотя факел понятно, что очень крепкая, сильная команда, против которой очень интересно играть. Но если сравнивать наши матчи первого круга и сейчас, то, конечно, я думаю, что вы заметите, что мы прибавляющимся. Пожалуйста, вопрос. В каких компонентах вы превзошли хозяев поля? Превзошли, превзошли по счету, а в моментах я уже сказал по этому поводу, что... Компонентам. Ну, я не буду вам сейчас разбирать, факел очень хорошая играющая команда и я не могу детально разобрать вам сейчас, в каких компонентах мы превзошли. В плане результата мы превзошли, в плане со мной игры я уже сказал, что она была очень интересная и факел создавал тоже моменты и нагнетал точно так же, как и мы создавали моменты. Поэтому, я думаю, что две очень хорошие команды, играющие в футбол, встретились. Как у вас сейчас обратная связь с руководством «Зенита»? Хорошо налажено, то есть сейчас ребята уже подрастают, видно, как кого-то из них вы рекомендуете по-лучу? Ну, я думаю, что тренерский штаб наверняка смотрит наши игры, да, и прекрасно кого-то советует, я, наверное, не знаю, там очень большой тренерский штаб, который должны сами принимать решения. Но этот год, я думаю, что все доиграли здесь и тренируются с нами, а со следующего года, вы знаете, что в «Зените» наверняка будет новый тренер, он уже будет принимать решения по футболистам, которые останутся в первой команде. Но если вы индивидуально взять всю нашу команду, то я думаю, что вы видите, что очень много талантливых молодых пацанов, которые, в принципе, некоторые из них заслуживают места, чтобы побороться за место в «Зените», по крайней мере на сборы поехать и проявлять себя там. А некоторые, у кого не получится, в принципе, вполне могут играть в премьер-лиге. Я не беру всех, многим еще предстоит прибавлять, но есть некоторые, которым, наверное, будет пора уже расставаться и подпускать других, по-моему. По нынешней мере, кажется, что «Зырянов», по крайней мере, на замену потянул бы и в премьер-лиге. А с вами абсолютно согласен. Абсолютно с вами согласен. Причем не только на замену. Если вы заметили подвижение «Зырянова» себя, не должно быть и не на замену. И это, кроме шуток, это действительно так, если вы видели. Ну и очень понравились, конечно, болельщики. Я думаю, что все вам об этом говорили, да? Потрясающе поддерживать свою команду. Но эти аплодисменты, которые мы в конце получили, я думаю, что мы их заслужили за свою игру. Это раз. И, конечно, пробил чуть ли не слезу, когда «Зырянова» проводили аплодисментами. Я думаю, что ему было очень приятно. Но это вполне заслуженно за тот матч, который он провел. Какой тренерский опыт вы получили практически за этот сезон уже, который конец, можно сказать? Что вы нового узнали о футболе второго эшелона? Ну, значит, я с два года работал во второй лиге. Сейчас первый год работаю в ФНЛ. И, конечно, в вашей профессии вы тоже не сразу начали статьи писать, наверное. Вы тоже начали прибавлять постепенно тексты. Так же у меня тактически и в состоянии игроков. Ты по ходу матча делаешь замены. Ты учишься по ходу только на практике. Я думаю, что, конечно, за этот год, конечно, никак не прибавил. Как мне самому кажется, вообще наш тренерский штаб. Но мы не забывайте, что у нас помимо того, чтобы учиться, мы еще должны развивать игроков. Поэтому мы еще должны очень много внимания уделять технической подготовке тех же футболистов. Потому что им дальше надо двигаться, значит, молодыми. После первого матча с Факелом, ну, не сразу после первого матча, а, может быть, чуть впоследствии, вы жаловались на большой недокомплект в команде. Сейчас эта проблема снята? Да, мы взяли много приспособленных футболистов. Не скажу, что они играли в суперталантки в каких-то клубах. Один пришел из Байкала развалившегося. Ну, практически. Один пришел из третьей лиги, из португальской лиги. Таких ребят взяли. Один взяли из Енисея. Ребята все здесь играют. Сейчас более-менее, по крайней мере, тренерочный процесс у нас налажен. Нам хватает игроков. Плюс мы очень хорошо взаимодействуем с Игорем Симутенко, который тренирует нашу молодежную команду. И на тренировках у нас действительно достаточно футболистов. Та ошибка, которую мы допустили в начале года по нехватке футболистов, она была совместная. Ну, так вышло. Мы ее исправили. И, в принципе, игроков, конечно, хватает сейчас. Ну, наверное, прежде чем давать комментарии по игре, мне хотелось бы от команды, от ребят, от руководства, от всех поздравить. Всех с великим праздником. Победы. Победы 71-й годовщины. Ветеранов наших заслуженных. Низкий поклон. То, что касаемо игры, к великому сожалению, не смогли бы пройдить дома. Не смогли. Игра проходила, скажем так, очень много борьбы было. Очень много борьбы. Не очень много созданных моментов, которые тянули бы на голевые. В первом тайме у нас были в основном стандарты. Была момента у Миши Бирюкова, когда с площади ворот не смог он головой реализовать те моменты, которые были предпосылки созданы. Ну так, если брать, ну в общем содержание игроков очень много небоснованных потерь было в центральной части поля. Слабый контроль мячат в организации игры претензивные к игрокам средней линии. Допускают, ну предполагают, что там все-таки нам не хватило сегодня немножко свежести. Вот именно быстроты перемещений, скоростных перемещений. Связано с тем, что очень сложный график, плотный график. Это всех команд касается. Мы вот три спаренные игры, три спаренные игры, три раза у нас. Первый выезд был у нас между двумя играми в Владивосток. Перелет тяжелейший через два на третья игра. Второй выезд тоже самое, перелет в Новосибирск в Сибирь. И сейчас, и вот этот фактор, сейчас мы летали в Иркутск. Шесть часов в одну сторону, шесть часов в другую через Москву. Плюс задержка рейса. Полдня сидели в аэропорту, все, и где-то мы не восстановились. И это сказалось на качестве игры, я считаю. Плюс кадровые проблемы. Опять у нас сочетание в центральной зоне. Выбыл у нас в игре в Иркутске центральный защитник Степанец. Четыре защитника на сегодняшний день у нас осталось в обоиме. Четыре всего. У него травма задней поверхности бедра. Все, здесь перестановка из Убстра. Собственно, и гол пришел с центральной зоны. Краткое резюме по игре. Павел Дмитриевич, я знаю, что вы никогда вот таких неприятных острых вопросов не отбегаете. Вот один из них, когда вы поочередно поменяли Касьяну, потом Берегова. Вот вокруг того места, где мы сидели на трибуне, такой шепоток пошел, что стало быть на переходные матчи не слишком нужны. Если главный тренер снимает двух явно сильнейших нападающих и выпускает на их место дублеров Мичуренкова и позже. То есть, что бы вы ответили этим людям? Ну, я отвечу так, что каждый человек имеет право на мнение. Ну, хотелось бы, чтобы его более обоснованно как-то, если я делаю какие-то действия, то, наверное, я принимаю какие-то решения, связанные с усилением игры. Если вы обратили внимание, ну, наверное, и вы не обратили внимание, и сидящие, и говорящие об этом факте, ничего общего он с командой «Факел» не имеет абсолютно. И обвинения такого рода, они немножко не тактичны по отношению к ребятам, которые стараются весь сезон играть, стараются и показывают на данный момент, я считаю, что хороший результат с учетом наших всех сложностей, да, сложностей и с травмами связанные, и большая группа игроков пришла, но все это знают прекрасно, а такого рода, если я принимаю решение, если вы обратили внимание, Касьян получил желтую карточку. И после этого, вот перед заменой, перед заменой, я ему неоднократно со скамейки подсказывал аккуратнее играть, да, он очень эмоционально себя вел, очень эмоционально себя вел, и я прекрасно понимал, зная его характер, что он не остановится, и мы могли остаться в десятером. Судья уже видно было, что судья завелся, да, он по-спортивному завелся, по-спортивному, и судья уже на грани был, на грани, потому что он любое действие, он комментировал, он агрессивно шел, все. А то, что касаемо Бирюкова, здесь нужно было свежее, я надеялся на ребят молодых, что они добавят именно вот в скоростном, в плане скорости, да, добавят все. Миша, ну, посмотрите, практически он в первом тайме как-то были еще там два вот эпизода, которые я говорил, а во втором тайме он практически был незаметен, и замены связаны только с тем, а не потому что мы не хотим попасть в переходные игры, мы очень хотели туда, и хотим, и будем продолжать бороться. Остались еще варианты? А почему не остались? Ну, две игры. Астрахань играет дома, принимает сейчас Волгу и едет в Новосибирск. Может Астрахань потерять очки? Почему нет? Скажите, Акасья, ну, показалось ли, после замены что-то бурное, рассказал Владиском Меке, это показалось просто или нет? Нет, это вам не показалось. Он действительно высказывал свое недовольство, почему его заменили. Ну, почему его заменили, я ему объясню на теоретическом занятии, почему его заменили. И вот еще по замене. Показалось, что Мичуренко, в принципе, оправдал ваш выбор, а Рощин вообще потерялся, действительно. Ну, Мичуренко вышел сразу, у него первое действие, он мог убивать там один на один, да, ну, немножко там, может, не хватило чуть-чуть скоростенки, да, неправильно там. А так, в принципе, он старался и за мяч пытался, и прессинговал, и все. Да, к великому сожалению, Рощин и в составе мы его ставили, и на замену вышел он не очень убедительно. Ну, опять же, молодой парень, что один, что второй, нужно время, терпение. Я практически каждый раз говорю об этом, что те ребята, которые пришли, они перспективные ребята, но нужно время, нужно время. Мичуренко можно назвать одним из героев матча? Виталик сегодня очень на хорошем уровне провел игру, очень уверенно и на выходах, и на линии, вопросов нет. В мяче, который забили, его вины абсолютно нет, там ликошет был. Вы видели, что был ликошет, и среагировать на такой удар сложно. Ну, все-таки, наверное, вы сказали, что претензии к игрокам с середины поля, то есть отсутствие конструктивной игры все-таки, наверное, ощутимо, да? Конечно. Свежого отсутствия, в частности. Ну, Мурнин один, Бикетов – это немножко другой игрок, то есть не хватало. Вот именно не хватало конструктивных действий. От двух центральных полузащитников очень многое зависит. Они должны вести игру при активных действиях крайних полузащитников. Крайние полузащитники эпизодами в первом тайме, там, Горакоев, когда обыгрывал на скорости, сразу острота была, да? У нас больше, больше остроты шло от крайнего защитника, от Миши Багаева. От Миши Багаева. В первом тайме и его вход в штрафную с обыгрышем с… Ну, там смотреть эпизод нужно, но нам показалось, что… Был, был. Был, был. Был контакт. И Миша сейчас сказал, что… И ребята из «Зенита» сказали, что контакт был. Судья – живой человек. Можно говорить о том, что вот этот матч, вот сегодняшний, ну, наверное, на этом отрезке, на весеннем отрезке, наверное, ну, одним из самых ключевых был для команды, да? Ну, исходя из… С учетом турнирной ситуации, с учетом турнирной ситуации, и с учетом тех результатов, которые… Уже «Спартак» мы знали результат, да? Ну, «Спартак» мы в расчеты и играли. Мы знали, что после первого тайма проигрывает «Волгарь», проигрывает. И мы очень хотели выиграть эту игру. Выиграли эту игру, мы чисто выходили по дополнительным показателям. Мы выходили на четвертое место. И мы очень хотели этого. А разве не очная встреча, в первую очередь? Нет, количество побед – первый показатель. Да, понятно. Поэтому показатель, ну, тут допускать какое-то сослагательное наклонение. Но в случае победы, мы имели на две победы больше, чем у «Волгаря». У нас 18 было, у них 16. Скажите, а вот, ну, допустим, ну, чудо не чудо, но Тула тяжело. Ну, допустим, мы, так сказать, потеряли 4 очка, ничья и поражение, условно говоря, в «Волгаре» мы выигрываем, да? Ну, чудо, я не знаю. Просто по такой игре кажется, что тяжело будет очень даже в стыках с премьер-лигой. Ну, мы реально смотрим на вещи. Просто мы стремимся показать максимальный результат. Тот результат, который показывает сегодня команда на сегодняшний день в турнире. И, в принципе, уже мы можем говорить о том, что мы ниже не опустимся, да, по этому раскладу. Но мы стремились к максимальному результату. Готова ли команда к выходу, допустим, в премьер-лиге? Я скажу, что да, нет, мы не готовы. Надо реально и объективно смотреть на вещи. Не готовы. Мы не готовы ни по инфраструктуре. Мы, ну, скажем так, ребята делают максимум. И мы стараемся, требуя, стараемся показать максимальный результат. Но надо смотреть реально на вещи. Создается команда. И в одной части со второй лиги сразу премьер-лигу. Да, есть премьер у нас, но надо реально смотреть. Надо реально создавать команду, добротную команду. Добротную команду. Для этого нужно время. Время. У руководства есть понимание и терпение, что, действительно, то, что вы сказали, оно имеет место быть. И что, ну, через следующий год, как бы, в межсезонье и все остальное время нужно потратить на то, что вы можете крепить команду, можете развивать инфраструктуру. То есть какие-то планы по этому поводу есть уже? У руководства клуба, у президента есть полное понимание, понимание того, что это нужно делать. Без этого создать команду без инфраструктуры, хорошую команду, очень сложно. Очень сложно. И есть понимание, есть терпение, есть желание сделать это. Павел Владимирович, вы сейчас сказали такую довольно двусмысленную фразу, но как бы она понятна, что мы пока не готовы к выходу, к повышению в классе, да? Вот, например, у нас тамбов есть, да? Команда играла, играла, играла. Неожиданно выходит в ФНЛ. Команда вышла в ФНЛ, заняла первое место в зоне центра. Они начинают чесать репу и думать. Сначала это нужно делать, а потом думать. Я к чему говорю. А вдруг, действительно, не дай Бог, дело дойдет до стыковых матчей, допустим. С другой стороны, инфраструктура не готова, команда не готова. И что тогда? А вдруг, допустим, какой-нибудь там, ну, я понимаю, что это вряд ли, но какой-нибудь там УФУ, допустим, именно какую-нибудь, УФА слабейшая команда, реально, факел вдруг проходит. И что тогда мы имеем? Это что-то паника. Мы имеем, мы имеем, мы имеем колоссальный, то, что вы сказали, да? Колоссальный успех, если, так вот, продолжая вашу мысль, если мы проходим в стыковые и дальше проходим премьер-вегу. Колоссальный успех. Ну, тогда будет, нужно после этого думать. А так мы бы сейчас будем, а если бы, да, кому-либо, да. Это не совсем правильная постановка вопроса. Я не говорю, что мы вот не готовы или не хотим мы этого, да, играть в премьер-вегид. Каждый хочет этого. И ребята, ребята хотят, и руководство хотят. Ну, мы здравомыслящие люди и понимаем, что вот ситуация такова, что конкурировать, конкурировать, ну, с топовыми командами, да, ну, пока без того, что у нас нет, мы не можем, мы не можем. Ведущие игроки, как-то был уже разговор, ну, в случае, все-таки, все-таки, больше процентов согласились на то, что у Факева не получится выйти в премьер-лигу, вы не согласны на то, что вы продолжите свой океан путь ФНФ, может быть, надо в будущем сезоне еще раз делать потом? Или пока еще рано об этом говорить? Ну, два тура еще осталось. Я не думаю, что кто-то собирается уходить из команды, ребята, вот костяк, основной костяк. Но мы видим, допустим, то, что где-то какие-то позиции, мы уже видим, что нужно нам усиливать, и в миссезонье мы будем заниматься этим, но такой глобальной большой ротации не должно быть, потому что есть костяк, есть костяк, и усилить некоторые позиции, да, необходимо. Все, может быть, было, и я уверен в этом, что и результат другой бы был. Все, сейчас вот просто сложилось так вот, за три тура до окончания чемпионата, не случись то, что у нас случилось, такое количество серьезных травм, все, и посмотрите, у нас, мы же, ну опять, мы две игры одним составом даже не играем, все время какие-то у нас проблемы, проблемы связаны либо с желтыми карточками, либо с травмами, но в основном травмы, и серьезные травмы по ходу чемпионата у нас, многие ребята ведущие выбывали, выбывают, и сейчас вот у нас, у нас получается, у нас Тимошин травмирован, Степанец травмирован, буквально в последнее время. Свяжов травмирован, многие ребята после травм, Альшин, вы видели, да, вышел парень, длительное время пропустил все, но он далек от своей идеальной формы, надеялись на то, что этот отрезок небольшое время выдержит и усилит где-то наше атакующее действие. Но пока картина такова, что все эти вот вместе, все эти факторы, они повлияют на результат матча все. А так, что команда играет и выступает со второй лиги и находится в лидирующей группе, ну скажем так, в первой десятке, это я считаю, что очень достойный результат. Понимаю чаяния болельщиков, понимаю все, что хотели бы и мы хотим, все, но реалии жизни на сегодняшний день таковы. В реалии жизни, что в Минской все-таки команде уже в этом говорили, нужно усиление. Готовы ли руководство, очевидно, что на это потребность немало средств, был ли какой-то разговор, есть ли средства на отдельные, может быть они как-то в резерве, или это вообще не ваш вопрос? Ну это откровенно говоря, это не мой вопрос, все, это занимается клубное руководство, президент клуба, все. Ну вы знаете, прекрасно положение в стране, да, в стране экономическое все, и команды и премьер лиги, есть какие-то нюансы, проблемы все, у всех, у всех есть проблемы все. Какой будет бюджет на следующий год, от этого будут переставиться и цели определенные уже в связи с бюджетом. Субтитры создавал DimaTorzok